Сегодня мы находимся в гостях у Сергея Тюленева. Это коллекционер красных книг из Екатеринбурга. Он собирается в далекую поездку, о которой мы сейчас с ним и поговорим. Сергей, расскажите, когда у вас началось увлечение красными книгами? Еще когда Безнок остался, примерно в это время. Раньше книги собирал, но не только такие. Больше художественная литература. А вот как Безнок остался, стал собирать красные книги из разных стран. Ну, из России тоже, конечно. Сколько у вас сейчас книг в коллекции? Не могу сказать. Я никогда не считал, но трудно сказать. Вот книжный стеллаж, здесь красные книги, но тоже не все, половина примерно. Я их постоянно получаю из разных стран, поэтому вот за количеством не смотрю, не кляжу. Не могу сказать даже примерно. Но у меня не все из тех, что мне хотелось бы иметь. Из-за рубежа высылают, да, книги он постоянно? Да. Вот пишу вообще о различной организации, русскоязычные и зарубежные. В последний раз получил из Китая, там китайский, российско-китайский культурный центр в Пекине. Они, по моей просьбе, нашли и выслали мне. До этого, за месяц до этого получил книгу, красную книгу, республики Южная Осетия. Там посольство России в Южной Осетии выслало. Вот когда так. Расскажите вот про эту историю, как вам выслали книгу с Реюниона. Она мне передала Наталья Никитина с одной из своих сотрудниц, которые к нам в город приезжали. Мы встретились с ними в Ельцин-центре, в кафе. И там мне вот, и эту женщину зовут Лилия, она передала мне несколько книг. Одна из них вот эта вот. О природе этого острова. Это очень редкое уникальное издание для России. И крепкая печать, хорошего качества бумага. И тут всё конкретно. Тут очень грамотно, всё систематизировано. Каждый вид кратко описывается, цветная иллюстрация, как в энциклопедии. Очень хорошие книги. Вот так получил, но они обещали ещё мне подарить. Ну, в эту поездку у вас будет возможность. Да, да, да. Отличные книги. Здесь же вот нерастительный мир, который на острове, а там ещё книга есть. Тоже она мне передала. Там уже водный мир. Да, да, рядом там. Ну, надо потоньше. Да, да. Вот, это уже водный мир. Это же что вокруг острова, в океане. Тут рыбы, кораллы. Все виды. Все абсолютно. Так же хорошо уформлено. Так же всё описано. Всё на французском. Но в интернете можно всё перевод сделать. Довольно легко и быстро. А расскажите вот про поездку какую-то она организовывалась. Да, Наталья Никитина мне зимой позвонила, сообщила такую новость на меня. Очень приятно, что вот есть возможность мне улететь на остров на две недели. Ну и вот с тех пор, значит, я собираюсь туда. Ваши ощущения, как вот у вас завтра уже, можно сказать, да, с утра вы будете в Париже. Да, очень волнительно. Я никогда не так далеко не ездил, не летал, не был в таких поездках. И это мечта с моего детства ещё побывать, например, на таком острове. Но я не рассчитывал, что мне удастся там побывать, потому что для меня это очень дорого. А тут повезло мне, можно сказать. Так, ну а завтра мы уже будем в Париже. Планируется с утра прилететь в Париж. Затем мы едем в Российский центр науки и культуры, где Сергей передаст коробку с экспонатами. Нам представители Министерства иностранных дел Екатеринбурга сейчас привезут коробку с экспонатами для выставки, посвящённой Уралу. И ещё передадут небольшой сувенир Марии Татищевой. Это правнучка основателя города Екатеринбурга. Мы надеемся, что она тоже найдёт возможность посетить эту выставку. Так что следите за новостями, подписывайтесь на канал. На этом я с вами прощаюсь.